Доброе утро! Дорогие друзья, ну синхронно, это нормально, запараллелились, так сказать. Мы подготовили вам еще одно очень интересное событие. Да, внимательно послушайте. Музей Святой Царской Семьи проводит бесплатные экскурсии по Екатеринбургу. По каким маршрутам можно прогуляться и как присоединиться, расскажут наши сегодняшние гости, заведующая музеем Татьяна Сергеевна Романюк и хранитель музея, внимание, Виктория Михайловна Калмыкова. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Очень приятно нам видеть вас у нас в гостях. Татьяна, мы знаем, что первые экскурсии уже прошли. Расскажите, пожалуйста, какой фидбэк вы получили, какие эмоции, мысли, что вам говорили люди? Проект этот появился довольно давно. Мы давно хотели начать водить пешие экскурсии по городу. Сейчас это вообще набирает популярность, это движение. И совсем недавно мы получили грантовскую поддержку от конкурса малых грантов, православная инициатива. И сделали три пеших маршрута по городу Екатеринбургу. Все они связаны с 1918 годом, со временем пребывания здесь царской семьи, будущих халопаевских мучеников. И у нас прошли уже первые экскурсии. На них пришли дети, и дети, учащиеся в воскресных школах. Скауты пришли, ученики общеобразовательной школы. На самом деле впечатления просто масса, и они очень приятные, потому что и детям это интересно, и нам это интересно. И сами маршруты проходят через те места, через те здания, которые мы видим на самом деле каждый день. Это самый центр города, но чаще всего мы проходим мимо этих зданий, не обращаем даже на них внимания. Интересно. Но если вкратце, то через какие улицы проходят маршруты? Маршруты проходят все через центральные улицы города. Это, конечно же, три наших проспекта, исторических проспекта. Это проспект Ленина, улица Карла Липнихта, которая ранее носила название Вознесенский проспект, и улица Малышева, которая ранее носила название Покровский проспект. У нас даже один из маршрутов носит название «Три проспекта в истории страны». Действительно, это знаковые такие направления. Объектов очень много на этих улицах. Все они связаны с нашей тематикой, непосредственно тематикой музея. И, конечно же, привлекают внимание своей сохранностью, интересными историями. И, к сожалению, не все глубоко знают историю города, поэтому интерес, конечно, вызывают вот эти направления достаточно большие. А вот это, кстати, хороший момент. Я, извини, спрошу, обязательно ли приходить со знаниями истории на ваши экскурсии? Или может прийти любой человек? У нас экскурсии, так же, как и в музее, и пешие экскурсии рассчитаны на любого. Абсолютно слушателя, подготовленного, неподготовленного, на детей и на взрослых. В том числе маршруты разработаны так, чтобы и люди с какими-то ограниченными физическими возможностями также могли поучаствовать. Но заранее это тоже обговаривается с нами. Вот. И экскурсоводы, они рассчитывают в том числе на самых маленьких детей. Единственное, что нужно смотреть, это продолжительность экскурсии. Вот у нас в листовках мы тоже принесли показать. Да, конечно. Продолжительность экскурсии каждого маршрута. Нужно просто смотреть, сколько времени занимает экскурсия, рассчитывать свои силы. Это главное и единственное. Ну, я вот еще обратил внимание, что у вас в руках есть и фотографии, да? С вашего позволения я бы тоже хотел посмотреть и показать в камеру нашим зрителям. А вы можете пока рассказать, что это такое. Очень интересно было бы узнать. В качестве образца, так сказать, мы это принесли. Действительно, когда экскурсия проходит, мы видим не только здания и различные объекты в современном состоянии, но мы погружаемся в историю и должны увидеть, как это здание выглядело раньше. Вот, например, здесь на верхней фотографии здание Уральского государственного аграрного университета. Так оно выглядит сейчас. А ранее это была художественно-промышленная школа. И вот на нижней фотографии мы видим, как это выглядело, ну, скажем, в начале 20-го столетия. Очень интересно. И так идет погружение в историю по каждому практически объекту. Расскажите, а что нужно сделать, чтобы попасть на экскурсию? Как-то зарегистрироваться, зайти на какой-то портал, созвониться? Что нужно делать? Чтобы зарегистрироваться на экскурсию, записаться, нужно просто позвонить по телефону нашего музея. 371-71-67. И на предложенной даты выбрать просто одну из предложенных дат, предложенный маршрут и прийти к Музею Святой Царской Семьи, откуда будет стартовать экскурсия. Все. Ну, прекрасно, на самом деле. Самое главное, все экскурсии, еще раз давайте подчеркнем, бесплатные. Да, все экскурсии бесплатные, они будут проводиться с июня по конец июля. Когда ближайшие, то есть если на числа ориентироваться, когда запланированы следующие экскурсии? Ближайшие экскурсии на следующей неделе. На следующей неделе. Места еще есть? Да, места есть, но запись идет и очень активно, особенно дети, школьники, детские школьные лагеря, которые сейчас есть, не очень активно записываются. Поэтому призываем всех записываться и присоединяться к нам. Да, друзья, еще раз 371-7167. Записывайтесь, ну и мне кажется, здорово можно провести время и узнать много нового. Да, потому что всегда нужно обращать внимание на историю нашей страны и, конечно же, интересоваться этим вопросом.